всем привет другие в этом видео мы с вами поговорим о том как подготовиться к своей первой морской рыбалки для тех кто только пришел на норвежское море для тех кто только узнал что вышло такое обновление что у нас в игре появилась морская рыбалка постараюсь очень быстро и максимально информативно собственно поехали первый вопрос который будет у всех можно ли ловить на простые снасти то есть например на обычный спиннинг и как бы с какой-то там обычной катушкой вот давайте сейчас возьмем вот стил нас сюда зарядим на вот и собственно все и на это все можно ловить что на костинговую сборку что на сборку с безинерционной катушкой единственное что вы делаете сразу прям заходите в магазин заходите в леске заходите в плетеный шнур и обязательно покупаете себе вот такой вот цветной шнур да то есть разноцветный шнур в реале такие шнуры тоже есть он каждые пять метров раскрашен в разные цвета таким образом можно определять дистанцию заброса стоят такие шнуры кстати дорого в реале но и здесь в общем то не так чтобы дешево у кого шпуля позволяет можно купить опять же такой шнур уже большего объема большей длины и таким образом когда вы зарядили вот именно этот шнур на свою катушку при забросе у вас будет счетчик лески как это выглядит а вот смотрите вставочку вот таким образом мы делаем заброс происходит заброс видите что у нас внизу над индикатором нагрузки появляется дополнительный значок круглый который показывает сколько метров уже смотала и соответственно остановится когда приманка достигнет дна таким образом вы понимаете что вы достигли дна это очень удобно поэтому этот шнур к покупке обязательно использовать его и на простых снастях и на конкретно морских снастях теперь что нужно знать о ситуации с морской рыбалкой в целом по снастям если вы начнете свой опыт с обычных простых снастей то рыбу ловить вы будете в том числе с берега вот на первом стриме я это показывал просто прям подошли к берегу и собственно погнали и и вот отсюда ловить забрасывать на джиг на поролоновой рыбки идет лучше всего в разных расцветках также на резину на силикон но вы должны понимать у вас не будет идти прокачка морской ловли в отвес для того чтобы у вас пошла прокачка морской ловли в отвес вы обязательно идете в магазин прям все буду наглядно показывать идете в магазин и в разделе морские снасти который у нас появился в разделе удилища покупайте себе первый пилки ну пилкер на удилище я себе купил вот из второго ценового ряда палочку с тестом 30 140 грамм мне показалось достаточной прочность у нее 36 килограмм мы все равно будем работать от фрикциона ничего подклинивать здесь не получится поэтому меня вот эта палка как начальная устроила хотя и стоит она не дешево да можно купить совсем дешевую за 2 300 вот обычную здесь тест правда чуть похуже но прочность вполне себя нормально единственное обратите внимание чувствительность здесь один из десяти а у палки второго ценового диапазона все-таки чувствительность 5 из 10 это лучше будет отбитие так сказать и джиговые ступеньки ощущаться и пилкинг так называемый купили эту палку поставили на нее какую-либо из своих катушек также опять же обращая внимание это очень важно смотрите когда вы выбираете палку вот здесь написан весь ряд катушек которые можно использовать безинерционная байка из классическая силовая мультипликаторные все весь размерный ряд который можно залепить то есть палка универсальная под любой тип катушки удобно ставите плюс еще 50 к получаем опыту получаете вот если вы олигарх то покупаете самую последнюю из модельного ряда здесь уже идут плюсики к умениям обыкновенный джиг джиг с филе и так далее и так далее думаю это понятно таким образом когда вы купили себе оснастили пилкер вот у меня он есть который вам показывал оснащенном катушкой бестия на 24 килограмма шнуром который я вам уже показал и выбрать мы можем либо пилкер на оснастку либо джиг с приманкой да если мы ставим джиг с приманкой то обычный поводок флюорокарбоновый голова и какой-либо силикон либо поролоновая рыбка если мы ставим пилкер на то опять же у нас ставится шок лидер который можно скрафтить там же где и поводки я из флюорокарбона сделал на 27 килограмм и ставим пилкер я их пока всего два купил один на 100 грамм другой на 70 грамм и как это выглядит рыбалка я вам сейчас покажу это в принципе как наколеблющуюся блесну если мы ловим с берега то есть мы забросили джиговой ступенькой тащим также можно оставить на глубине и просто дерганием кончика удилище делать так называемый пилкинг приманка там будет играть и рыба будет на это реагировать если мы ловим скатер это просто в отвес вниз можно спустить до дна и также подергиванием кончика удилище как балансир на зимней ловле до для тех кто в теме будет также рыба реагировать но сейчас поподробнее на этом остановлюсь так вот когда мы ловим на эту самую пилкер ную палку у нас идет прокачка на каждой пойманной рыбе идет прокачка морской ловли в отвес у меня уже 19 процентов всего-то за там два последних дня вот чем больше у нас процент тем больше мы открываем новых умений вот например обычный джиг с филе 35 процентов прокачаем он у нас будет то есть можно уже на джиг подсаживать кусочки рыбы и таким образом рыбалка будет более эффективна и так далее и так далее и так далее то есть все это понятно по стандартной схеме есть еще такой вариант опять же для олигархов я его не рекомендую так где у нас администрация проскочил в администрации помимо карты водоема который стоит кстати 100 монет продается также морская ловля для чайников книга ценой в 9985 монет 10000 монет стоит и она прокачивает первые 30 процентов ловли от начального уровня морской ловли в отвес до 30 процентов сразу но как вы видели у меня уже 19 8 за два дня никаких то там убийственных рыбалок а в легкую заходил ловил прокачал и надо понимать что эти 30 процентов только от нуля то есть если вы уже прокачали там до 50 процентов и хотите плюсом и 30 книжка вам ничего не плюс они вот она именно с 0 до 30 и стоит она конечно очень очень дорого но знать об этом тоже нужно значит следующий момент где как ловить начинать ловить однозначно показываю чтобы ознакомить что на простую джиговую снастью будете ловить что вы купите пилкер начинать ловить вот отсюда идете на берег ставите вот здесь по всей длине берега и вот кидаете просто перед собой давайте сейчас поставим способ оснастки доможные пилкер на зарядим красный пилки идем вот сюда встаем по карте мы находимся вот здесь и вот здесь у нас там глубина довольно таки серьезные 38 метров делаем заброс сделали заброс как вы видите у нас идет как раз вращается индикатор шнура то есть нам показывает метраж вот 70 75 метров внизу обратите внимание внизу по центру экрана над вот индикатором нагрузки от 85 метров мы достигли дна все катушку я не закрываю до этого момента закрываю катушку скорость ставлю 45 фрикцион поставим 25 и поехали мотать 1 движение в придонном слое это тоже как вид проводки у нас идет два движение в придонном слое сохраняется у нас 34 то есть про по сути сейчас просто как джиглой может джиглой ступенька вылезать можем вот так вот правой кнопкой мы делаем вот такие активные движения может появиться легкий пилкинг или сильный пилкинг сейчас посмотрим появится или нет просто если приманка на дне то может эта надпись не появится а вот если мы ловим скатера в отвес то она появляется вот таким вот образом мы на одном месте можем просто играть этим пилкинг вызываю рыбы интерес но здесь скорее всего нам мешает рельеф дна джиглая ступенька здесь выскакивает об дно бьется пилкинг видите и опять же это тоже может привлекать рыбу можно даже остаться на одном месте вот так до упора делать и кто-нибудь скорее всего клюнет но мы сейчас проводку просто сделаем обычно леска уходит вертикально вниз как вы видите шнур потому что глубины серьезные 70 метров практически под нами не 70 вернее но тут с учетом угла там где-то глубина сколько 38 по карте написано это плюс минус там может быть и побольше вот и вот мы видим что у нас 60 метров шнура смотана поклевки пока нет могли не угадать час с пилкером пилкеры достаточно дорогие я прям покажу что называется в прямом эфире как это все выглядит здесь все в основном пасутся в начальном уровне час 140 игроков и здесь в принципе неплохой фарм если вы попали в приманку если вы нашли точечку то можно для начала чего-то пофармить познакомиться с морскими обитателями спектр рыбы здесь не максимально широкие с этого места с катера конечно пошире и даже с других точек на берегу на которые можно доплыть на катере но об этом я еще покажу там все гораздо интересней вот у нас уже остается 40 метров а у нас пока никто не клюнул но это может случиться практически в любой момент так что мы не отчаиваемся это нормально чего не стоит ждать что если вы купили катер который стоит 100 монет в час так вот что мы поймали видите все поклевка случилось мы вытаскиваем не стоит ждать что катер это какой-то космос по деньгам ни хрена подобного я пока пробовал выходить наверное раз шесть по часу раз пять наверное и отбивал только цену на билет то есть 100 с небольшим монет у меня получалось там ну 150 там что-то чуть повыше потому что пока мы освоимся пока мы привыкнем но вот кирчак европейский такой бычок черноморский например там такой же поймали вот таким вот образом на пилкер то же самое если я поставлю сейчас джиг с приманкой джиг головку но я могу здесь даже тяжелую на 75 грамм залепить вот мягкая приманка вот эти черви рекомендую название запомните они по три монет стоят очень на них хорошо идет просто очень хорошо делаем заброс ждем опять же пока достигнет на после этого только закрываем катушку вот к этому здесь придется привыкнуть сразу здесь катушку не закрываем так вот возвращаясь к катеру пока вывод на этой огромной карте разловите все точки найдете какие-то точки поймете технику потому что рыба стоит в разных слоях воды и есть рыба дорогая есть рыба не очень дорогая пока вы научитесь ее ловить это пройдет много времени то есть так что вы вышли на катере сразу там с собой тысячу привезли такого не будет но если вам не очень повезло и сразу такую рыбу не поймали потому что есть рыбы которые могут принести сразу очень много денег мы сейчас это попробуем я покажу в этом видео мы купим катер на час и часик попробуем половить и то что уже узнал я расскажу и покажу сейчас просто вот буквально два заброса с берега на мы достигли сейчас мы пробуем на джиг все это дело над зарядиться джиг стандартно делаем но как мы везде делаем джиг то есть единственное что здесь можно делать два три оборота катушкой то есть не один оборота можно там два три это нормально будет абсолютно и смотрим здесь если мы ловим на джиг наша задача угадать с приманкой на сегодня потому что как я уже сказал поролоновая рыбка здесь очень хорошо работает можно не изобретать велосипед просто ловите на поролоновой рыбки желтый цвет очень хорошо работает зеленый тоже работает красный красный тоже хорошо работает да и черный в принципе все вот и вполне себе как на обычную джигу стоите и ловите если два три заброса поклевки нету то пробуйте менять приманку если вы ловите на силикон его нужно миксовать потому что может быть силикон на который рыба сейчас ловится просто не хочет поэтому нужно подобрать расцветочку размерчик обязательно это тоже не маленькую роль играет размер силикона но эта точка начального уровня вот этот берег здесь все пасутся это чисто с узким спектром рыбок ознакомиться здесь не все обитатели моря с этой точки ловится далеко не все вот это чисто первые шаги потому что основной интерес это будет катер и это будут даже можно на другом берегу кое-где высадится есть точки где на катере можно тормознуться вылезти и там вот я нашел клев получше но я это еще покажу будет стрим на днях и мы на стриме попробуем все это дело более подробно здесь я все-таки хочу такое вводное видео для тех кто только собирается прийти на море вот у нас в частности видите на этой первой проводки на джиг по моему ничего не клюнуло а уже почти вытащили уже всего 20 метров остается может конечно что-нибудь и под берегом долбануть но скорее всего нет скорее всего мы это у нас холостая проводка получается на этого червяка ничего не взяло давайте попробуем что так забросить посмотрим оттуда что-нибудь вылезет две-три проводки приманки можно уделить для того чтобы собственно понять однозначно что она работает или не работает это такие важные истории опять же в разные точки зависимости от того куда вы кидаете будет и разная глубина потому что рельефно везде меняется где то есть там впадины где-то отмели на 75 метров у нас и поехали опять обычный стандартный джиг без всякого изобретения велосипеда и сейчас после этой проводки независимо от ее результата мы с вами перейдем к катеру для того чтобы на катере уже посмотреть покажу то что я узнал покажу как выглядит процесс ловли попробуем что-то половить может быть сейчас зайду в магазин еще пилкер какой-нибудь куплю чтобы у меня и все таки было побольше что 2 это хорошо внутри это еще лучше но вот этот червь работал очень хорошо силиконовый но сейчас пока тишина на втором забросе но нет вот поклевка случается все некрупное мы в принципе можем шифтом здесь подтягивать ничего страшного не будет довольно быстро посмотрим кого зацепили нет человек все-таки работает потому что бывает что практически на каждой проводке клюет на бывает одна там из четырех из пяти проводок может быть холостой а это уже крупный кирчак он попал сюда да на кило 400 хороший кирчак жирный такой вот но все принципе смысл понятен давайте чтобы не тянуть время пойдемте на катере уже покажу а что у нас как будет с катера выглядеть ну что же другие теперь у нас будет голова посвященная рыбалке с катера и давайте собственно начнем покупаем билет билет я хочу купить всего лишь на час нам этого будет достаточно 99 монет он стоит но условно 100 бежим на катер сразу стоит понимать что пока у нас не прокачано как следует наша морская ловлю в отвес то есть мы не можем не филе подсаживать не какие-то еще более интересные вещи делать то есть мы банально ограничены всего лишь обычный пилкерной ловли либо на джик то есть рассчитывать на какие-то супер серьезные трофея особенно не приходится тем не менее думаю что попасться они могут поехали вот почему разработчики поставили катера в таком формате я не знаю если честно и приходится все время сдавать немножко назад чтобы он носом не выпилился теперь только мы идем вперед смотрим обращаем внимание на экран охлота до справа у нас показано в правой части экрана карта а вот в левой части у нас начинает показываться рельеф дна датчик расположен где-то на днище ближе к моторам на корме катера поэтому эта точка под кормой катера вот то что мы видим сейчас плывем и смотрим вот обратите внимание стоит косяк рыбы на глубине 31 20 25 30 метров соответственно если мы будем ловить в отвес то чтобы попробовать привлечь этих рыб надо будет именно на этой глубине стопорить наш шнур леску и там пытаться вот привлекать что это за стайка я пока так вот не знаю видите на глубинах стоят более крупные рыбки и таким образом вы плывете смотрите останавливайтесь где вам понравилось и пробуйте привлечь эту рыбу как это сделать сейчас опять же покажу давайте с вами поплывем куда-нибудь вот сюда на эту банку это стандартно дефолтно попробуем там покидать там скопление рыбы должно быть достаточно интересное видите в среднем слое стоит достаточное количество косяков а вот так же стоит видите на бровке на подъеме у нас на свале в глубину то есть очень интересное расположение рыбы и все это все это нужно привыкать разлавливать то есть готовьтесь к тому что нужно будет для каждого вот этой вот стайки найти свой способ ловли то есть на правильной глубине правильным пилкером пытаться их привлечь просто так вот что несмотря на то что их тут много нарисовано они у вас клевать не будут и в этом заключается вся сложность морской рыбалки с катера то есть нужно именно найти ключик к тому чтобы грамотно и самое главное максимально эффективно ловить с лодки у меня кстати в садке одна бельдюга просто там в кафе есть и пять часов назад поймал когда заходил пусть она висит мы ее там в кафе потом зададим там две надо поймать но вдруг попадется еще одна так вот можно почти к банке подплываем а у нас на море как бы акачка и бушует ураган так что разворачиваем оглобли по морячкам так ну ладно на самом-то деле вот мы смотрите мы подходим я скоро сейчас начинаю сбавлять там а тут летели газу до отказа скорости все сразу смотрите мы сейчас по карте видите будем на банку заходить и смотрите сейчас на дне пойдет наверх рельеф видите вот пошел наверх подъем это мы заходим на банку и рыба стоит как раз на свале на свале и в начале этой банке стоит тоже плотненько стоит ну-ка как мы далеко за вы мы далеко зашли на баночку то далеко да давайте вот так вот сейчас из кабинки вылезаем или или чуть-чуть назад сдать нет я чуть-чуть назад знам хочу сдать чуть чуть назад я хочу подойти к этому свалу который мы проскочили да то есть вот сюда понимаете это вот здесь стояла рыба в этом ущелье скажем так вот на этом сваливать мы сейчас туда подойдем настолько как-то так это все непонятно показывается идем назад вроде идем до принципе на этой банке она везде нормально ловится но я хочу именно попрокидывать вот этот свал все глушим лодку потому что мы сейчас к нему точно уже подойдем и будем скорее всего добрасывать но некрупные тут рыбешки некрупные бежим на корму соответственно так встаем на корму достаем нашу палочку и давайте кстати на джек попробуем это меня сейчас 35 граммовый да можно даже его и оставить и но банально вот на червя которые вам рекламировал давайте попробуем джигом если мы ловим просто бам джиговую ступеньку сейчас сделать катушку не закрываем опять же надо что-то усугубить чтобы моща энергия была делаем скорость 45 так смотрим как у нас утонет пока джиг тонет и собственно запомнили да что одна бельюга и сейчас начнем проверять что у нас на этой банке ловится именно обычный джиговый способ приспособный народу здесь 8 человек стоит 5 можно в чате смотреть у кого что проскакивает чуть-чуть сейчас покидаю здесь потом перемещать это было скорее всего поклевкой мы просто не засекли видели как леска вправе сошла это был такой удар но с промахом а вот это уже засеклось если мы удачно встали и удачно угадали с приманкой то ловиться будет на каждом забросе опять же я весь час вам показывать не буду чтобы это не было очень долго я показал сам принцип что вот мы сюда приплыли вот у нас тут керчак в общем-то ничего выдающегося мы рассчитываем на что-то более интересное плюс лодку постоянно будет сносить потому что ветер сильный течение присутствует вот и поэтому не факт что она будет стоять на одном месте давайте сейчас пару проводок покажу потом буду включаться только когда будет что-то интересное попадаться и соответственно потом я покажу следующий способ мы встанем где-нибудь поглубже и в отвес попробуем вот на пилкер половить тоже рыба вам над какой-нибудь стайкой встанем посмотрим что получится создавайте две полные проводки сделаем на джигу посмотрим что у нас будет опять же в зависимости от цвета силикона будут клевать разные рыбки то есть для каждой надо свое подбирать но к этому вы в принципе опытным путем придете камбала например предпочитает темные расцветки в этом собственно и заключается интерес чтобы перепробовать силикона эти вот поклевка есть то есть мы в принципе правильно угадали с местом параллельно угадали с приманкой вот эти червяки они очень хорошо работают опять же сейчас посмотрим кого тащим потому что этих киржаков таскать не очень хочется или как они там называются бочки простонародье хочется чего-то более интересного не она тоже другой клиент это сайда на 5 кило видите вполне себе неплохо но поехали на буду включаться дальше на интересных рыбках сейчас еще на джиг чуть-чуть постою ну а теперь возвращаемся к пилкером покидал я с кормой джиг кстати говоря поймал неплохую рыбку это меню окна 7 289 очень даже приятно и по деньгам должно тоже быть нормальным так а теперь я переместился на нос катера меня как раз банки снесло вот сюда здесь глубина уже 115 метров утонул пилкер и вот сейчас он у нас отвесно висит вниз и вот смотрите что мы будем делать то есть правой кнопкой мышки мы делаем такие движения простые движения ведь у нас появляется надпись легкий пилкинг то есть как зимой в принципе малой на балансир хищника со льда вот примерно все то же самое в отвес только на глубине 105 метров у нас видите сейчас написано проверяем там если там кто-то в придомном слое или нету делать это можно сколько угодно долго пока не клюнет но либо пока терпение не кончится и вы не захотите поменять горизонт то есть поднять пилкер выше потому что может такое быть я здесь эхолотом не проверял вот нас как снесло так и снесло что там просто никого нет а даже если там по эхолоту кто-то есть этот кто-то может не реагировать сейчас на пилкер давайте подмотаем повыше опять же можно просто подматывать с паузами рыба тоже может среагировать у нас все равно за счет скорости промотки видите подмотки легкий пилкинг идет сейчас проверим эту точку потому что может так получится что и вообще здесь ничего не будет на пилкер может быть мы не угадали с пилкером я вот новенький купил поставил его я на него не ловил еще ничего может он и никому и не нравится сейчас поставлю тот который обычно у меня работает и проверим а может быть . просто неудачная вот в этом собственно и фишка катерной ловли билет стоит 100 монет в час но вы за час не успеете найти идеальную точку с учетом того что у вас постоянно сносит самое выгодное это стоять на банках и джиговать просто там хотя бы почти на каждом забросе что-то идет но опять же самое выгодное пока у нас не прокачано умение морская ловлю в отвес потом уже можно все таки рассчитывать на что-то более интересное я предполагаю плюс можно купить билет на подольше и потратить время на то чтобы найти свои точки не ловить эффективно скатера эти на 90 метров тоже ничего нет но мы не отчаиваемся вот в этом а фишка этой рыбалки что нужно искать рыбу нужно найти где она стоит где она будет брать вот я например как нашел стаю норвежского окуня они все как один брали у меня на глубине 65 метров но вот они там стояли просто вот они на ней брали вот она сейчас 70 метров я проверяю если тут кто легкий пилкинг идет рыба нет поехали выше как вы сами понимаете время затратной достаточно подчета села чё-то села сразу это видно на глубине 60 метров че но что-то маленькое нам села ребята что-то маленькое это не то что нам нужно хотя бывает и маленькие рыбки достаточно дорогие но что посмотрим что нам тут зацепилась кого мы там поймали а кто то такой окунь клювач но это неплохо это неплохо окунь клювач давайте дадим этому пилкиру еще один шанс тогда можно вообще недалеко бросать вот так вот бросили получается мы стоим видите как здесь такой свал идет такое как русло до 92 метра он тут вообще 115 по моему еще посмотрим насколько утонет и просто вертикально не закрывая катушку даем утонуть пилкиру и смотрим на джик кстати на банке клевала это я специально пошел ловить именно на пилки чтобы вам показать уместить в этот час рыбалки скатера все что только можно с него попробовать вот и так и всякой об косяк вы посмотрите и вы уже будете знать что пробовать вам те кто вообще еще ничего не пробовал то есть либо вы ловите на пилкер поскольку мы ограничены пока только этим либо на джик но эта рыбалка может быть очень эффективно вот 90 метров утонула прям отвесно под нами 90 метров на чуть-чуть надо одном подняли и поехали проверим что там прям на дне есть ждем вот надпись легкий пилтинг появился сильный пилкинг сильный пилкинг это когда мы очень серьезные такие движения удилищем делаем амплитуду увеличиваем тогда он сильный пилкинг а легкие за такой легкий ну что то что то но при привлекает но в данном случае на глубине 85 метров пока отклика мы опять же не видим у нас прошлый раз вот эта хрень клюнула на глубине 60 метров интересно для изучения все но как вы сами понимаете это потребует много времени денег и пока мы найдем оптимальные приманки пока мы найдем оптимальные точки плюс для действительно трофейной рыбы они достаточно рандомные за ней надо охотиться надо ее пробовать в нестандартных местах вот так высиживать выманивать и она может клюнуть то есть на все это нужно много много терпения поэтому это не так не так просто как рыбалка с берега то когда вы стоите и просто тупо там соответственно джигуете и все у вас там хорошо и здорово здесь нужно с выдумкой так сказать подходить к процессу вот все показываю как есть прямом эфире ну то есть показываю как нет в прямом эфире а между тем время лодки идет а мы поймали всего-то ничего с лодки нам надо билет отбивать вот у нас 65 метров где-то прошлый раз у нас окунь клювач здесь зацепился видимо стайка там может стоит давайте на 60 поднимем проверим если один там клюнул там и еще может быть а если не клюнул пилкер поменяем пилкеры стоят по 100 монет за штуку некоторые дороже поэтому удовольствие не дешевая а на разные расцветки клюет разная рыба чтобы вы понимали и в этот раз нас никто не порадовал на глубине 60 метров все прошло как-то без поклевок опа а вот теперь кто-то сел на глубине 45 причем просто на фазе подмотки да и это кто-то явно покрупнее чем предыдущий товарищ интересно сейчас посмотрим кто ну в общем вот даже по одной этой поклевки по предыдущей мысль понятно да то есть либо это будет все время случаться на дне где вы нашли стайку тупо на дне подергали получили поклевку либо это будет случаться где-то в среднем слое вот меня кстати говоря плохая рыба нет хорошие нас еще есть такие пилкеры вот этот красный мне рабочие рабочие этот новый купил давайте в темном цвете попробуем ну давайте еще один один заброс а потом я буду включаться только непосредственно если что-то клюнет иначе огромное видео получится просто хочется поймите вам все показать вот именно вот в режиме реального времени не полные садки да когда типа смотрите пацанок я могу а именно как это происходит когда вот вы реально зашли на локацию вы нихрена не знаете вы купили лодку за 100 монет в час и вообще не знаете никуда плыть ничего делать так о чем я катушка закрыта катушка открыта что-то он не сматывает на 45 метров встала как раз можно снесло куда у нас снесло конечно смотрите снесло здесь всего 45 вот я не заметил что нас снесло обращайте внимание тоже хорошо что это видео попало сейчас мы всего на маленькой глубине всего лишь с вами но мы сейчас это дело немножко исправим фаза проверим кстати может там кто стоит стоит и стоит видите прямо у дна бахнул на легкий пилкинг легкий шпилкинг сильный шпилкинг вот этого достаточно чтобы понимали суть процессов до дальше все вашу терпелка упирается если у вас терпелка длинная то вы рыбу найдете найдете приноровитесь найдете правильный пилкер на который будет клевать правильная по фарму по денежкам рыба и будете и ловить плюс еще и трофейчики могут подсаживаться это вообще отдельное удовольствие так ну смотрим кто у нас тут ну-ка а это сайда на 5 600 нормально вполне себе так вот если мы сейчас вот так а если мы бросим туда до свала я докину интересно далеко бросим он там утонет на большой глубине и моего вот здесь он утонет и мы его протащим через свал суда там наверняка по пути рыбы должна стоять и мы сейчас этот эксперимент проведем посмотрим насколько он утонет то есть да понимаете все время творческий подход то есть вы все время должны ориентироваться по рельефу ориентироваться по эхолоту хотя в принципе я просто знаю что здесь рыбы всегда есть я плавал тут с эхолотом она вот здесь стоит вот в этом таком полу русле опять же вот здесь она стоит но вот поэтому тут есть смысл пробовать вот 80 метров у нас там утонуло нормально сейчас оттуда попробуем потащить сейчас без пилкинга просто как джиговой ступенькой по дну там проволочем и так вот чуть-чуть посмотрим будет какой-то эффект нет а то может и не легкий пилкинг все равно у нас идет за счет скорости подмотки там видно играет наша приманочка так что может быть ночной дневной клев здесь хороший ночной и дневной все-таки море не сказать что какая-то фаза прям есть с клёвом связанная все время нормально привет так но пока никакого вот посмотрите какой закат офигенный давайте подергаем потому что это может сработать приманка там играет если рыб там есть она может подойти главное чтобы надпись появлялась а вот надпись как раз некоторые были проблемки ну-ка движение видно все-таки по одну там хотя нет вот появляется если надписи появляются то это типа проводок это все работает и поклевка может случиться опять же вопрос в терпение сколько у вас этого терпения есть вот есть я видел поправить у лески поэтому сразу стал подматывать что кто-то все-таки повелся на наши надлительные манипуляции и успешно плюнул давайте смотреть кто ну я думаю вот этого прям достаточно дальше я сейчас выключусь и буду показывать уже финальный результат либо что-то интересное а вам остается поплыть и попробовать а это камбала вот так вот свете вот на этот пилкер у нас на черный камбала я говорил она предпочитает темные цвета вот она среагировала давайте сейчас знаете что попробуем сделать мы пойдем сейчас на корму здесь мы вышли уже вот к этому так сказать русло углубление мы туда сейчас забросим мы попробуем как мы бросили и вот так вот протащим может быть тут какие-то более интересные рыбки будут раз уж нас сюда поднесло ну вот отлично проверим что здесь есть на самом деле очень творческая рыбалка она кажется простой казалось бы до примитивной но она не примитивно потому что именно рыбу нужно искать в разных слоях на разные приманки и чтобы найти действительно серьезный трофей это тут надо прям постараться или нарваться на хорошую ставить дорогой рыбы которая сможет отбить и лодку и вообще это же тоже хорошая история сейчас проверяем это мы прям примерно отвесно прям на дном сейчас гоняем хочу повыше поднять поднять повыше и попробовать что здесь бывает и будет ли потому что может так оказываться что вот здесь например ничего не будет это нормально и тогда надо переплыть на катере и более интересные точки попробовать ловить но самое простое то что я показал в начале вот встаем на эту банку 30 метровую вот сюда и кидаем вот сюда в свал русла поднимаем джигуем и клев будет сто процентов да там разнообразие рыб не бог весь какое там не самые дорогие рыбы что называется ловится но пофармить вполне себе нет здесь видите вообще не хочет ничего может быть конечно в этом горизонте может быть выше что-то будет кто знает но опять же вот делаем движение простые но никто не хочет реагировать на наш пилкинг шпилкинг может быть ночь может быть ночью например на темный пилкир хреново потому что он темный может быть надо поставить другой не исключаю такую возможность что дело может быть в этом ну в общем думаю мысль понятно все выключаясь буду включаться на интересных рыбках и в конце так теперь показываю лайфхак что делать когда час заканчивается плывете обратно что называется в гавань и вот здесь ориентир 2 белок щита и причаливаете к этому берегу высаживаетесь здесь вот это можно сделать вот выйти из лодки показываю где это то есть вы как из открытого моря суда зайдете уже во фьорд и вот причаливаете вот в это самое место как я сказал ориентир вот эти два белок щита причалили и вот здесь вы можете перемещаться по берегу и ловить практически везде вот от каждого камешка вы можете ловить посмотреть по карте какие здесь глубины сюда кидаем и подтаскиваем на обычный джиг ступенькой или даже прекрасно здесь работал всегда у меня и пилкир перемещаться можно довольно далеко и пролавливать весь вот этот вот проливчик рыбалка здесь интереснее чем около базы здесь разнообразие рыбы больше мне здесь попадались интересные рыбки и палтуса я здесь атлантического вытаскивала еще каких-то рыб невиданных диковинных так что здесь рыбалка была интересная единственно проверять у меня один раз был день когда вообще ничего не клевало я удивился так обычно на каждом забросе вот с этой точки сейчас помню камбала залетала давайте попробуем сейчас вот на пилкир кидаем может на пилкир оказаться неэффективно опять же ой опять же проверим запомним с лодки мы поймали последней рыбкой макрель всего мы поймали с лодки с вами 11 рыб но одна у нас была значит 10 за игровой час бельдюга была а вот это мы поймали с лодки потом посмотрим сколько это получилось монет за час последняя макрель с лодки а сейчас давайте будем ловить уже с берега и вам я советую делать вот это всегда опа и сразу поклевка я вам всегда советую здесь останавливаться это секретное место для тех кто досмотрел это видео до конца обещал что покажу и как я уже сказал мне здесь ловить нравится разнообразие рыбы больше чем от около базы и плюс в том что мы часик поплавали на лодке по разведывали и в конце мы чтобы не терять как говорится этот час высаживаемся на этот берег а здесь вы можете сидеть сколько угодно долго хоть там пять часов шесть-десять пока вам не надоест потом просто вышли из игры зашли снова и оказались на базе продали рыбу и все нормально и попали вот в такое эксклюзивное местечко откуда можно разлавливать успешно джик можно успешно разлавливать пилки ра не реально отсюда работают ну вот видите первое что-то и довольно серьезная с учетом того как мы это тащим опять же все показывать не буду сейчас первое вытащим покажу в конце сколько и отсюда наловил вот и топ по надеюсь что вы тоже в комментариях присоединитесь обязательно их пишите что вы с этого места поймаете потому что в моем рейтинге береговых точек эта точка прям пока на первом месте потому что действительно она интересная кто там у нас идет идет упорно если белуга так вот прям не справляется и силы я смотрю тратится на очищем зарядимся вот разве их что-то кстати довольно активное а и зубатку я отсюда ловил с этим с этого берега чуть правее правда проходил одна зубатка ушла очень крупная прям практически же в подсак и убрал по крайней мере здесь мне попадались многие виды рыб которые вот около базы с берега не ловится здесь уже на них можно рассчитывать так что вот такая секретная точка и всегда здесь дополняю свою рыбалку с лодки для того чтобы отбить цену на билет и уйти в плюс что я вам советую делать слушайте ну реально что-то самое крупное за сегодня тащим либо это какая-нибудь камбала которая боком периодически крупная или конь паутус может быть который боком разворачивается там за счет этого упирается здорово но что-то тяжеленькое потому как силы тратятся форсировать я специально не форсирую чтобы не дай бог никаких сходов не было аккуратненько просто вытягиваем и все что-то еще довольно активно ходит для морской рыбы прям будет интересно посмотреть кого зацепили на днях проведу стрим по той же схеме поплаваем на катере потом половим с этого берега все вместе с вами пообщаемся будет интересно что у нас там за крокодил пять метров осталось скоро увидим прям удивительно активный о какой крупная крупная рыбка это какая-нибудь сайда крупная так понял ли кто это кто давай знакомиться сайда на 10 500 до видите как ей понравился этот пилки рнука а еще раз три игрока здесь всего на джик если ловить на черный силикон здесь то камбала с этой точки точно идет вот именно с этой правее там уже с камбалой похуже а вот здесь вот идет сто процентов все посмотрим насколько это была случайная поклевка или на этот пилки здесь будет все не ловится потому что были у меня дни когда с этой точки на каждом забросе я ловил у у меня всего было два пилки рак красный синие вот на красный прям безотказно здесь клево а это новый пил период купил поэтому про него пока ничего не знаю вот первая рыбалка его разговариваю но собственно опять же все показывать не буду видео будет огромное сейчас поставил половлю и потом уже включимся когда будем продавать рыбу подведем итоги что я здесь поймал ну что другие закончил эту рыбалку и давайте будем смотреть что у нас с вами в итоге получилось сейчас зайдем в кафе а так но здесь окунь клевач у нас такого большого нету сайда 4 штуки от трех килограмм они конечно у нас есть но вот одна за 10 может быть она будет приятней стоит сейчас посмотрим так бельдюга европейская две штуки у нас одна так и не попалась к сожалению вторая а то можно было денег поднять мерлуза у нас такой большой нету но в принципе все больше ни во что не попали сейчас сайду пойдем посмотрим сколько стоит 10 килограммовый осаида на рыбном рынке где у нас 10 килограммовый осаида нет дамы и туда скинем значит смотрите что у нас с вами получилось во-первых сначала мы посмотрим сколько мы наловили на лодке так будет правильнее на лодке мы поймали вот эту рыбу вот эту вот эту вот эту вот это вот это вот это вот это и последний было макрель 10 рыб мы поймали на лодке на 97 монет при том что лодка стоит 99 80 то есть просто отбили билет вот такая вот получилась у нас с вами история по ловле на лодке которую я вам показывал я там не убивался конечно в джиговую ловлю можно было побольше денег поднять я пытался показывать вам и пилкер и так далее вот но теперь давайте пойдем продавать уже просто посмотрим сколько мы заработали денег поскольку сайта у нас попадает в рынок мы зарабатываем 103 монеты также если бы еще одну бельдюгу поймали был бы вообще хорошо у нас было бы еще 107 монет так 103 монеты заработали идем сюда и здесь у нас 262 монеты плюс 103 там и того получается 365 монет мы заработали за это время то есть вот за час ловли на лодке 50 минут где-то там ловил на лодке и задержался на берегу той точки которая вам показал причем . отработала прекрасно на красный пилкер вот акула попалась атлантическая на 10 килограмм сельдевая первый раз такой ловлю за из берега и вообще вот там с берега ловится 57 монет стоит макрель также мерлуза оттуда же попалась вот зубатку там поймал как вам и сказал что зубатка там ловится не очень крупная но тем не менее по деньгам хорошая рыбка и в принципе не такой уж и плохой фарм с учетом того что ловил я где-то два часа вот ну то есть пока пока осваиваем море мне этот форм нравится так а вот это я оставлю потому что вдруг 2 еще попадется тогда продам в общем 365 монет у нас с вами получилось вот такие вот получились истории надеюсь что кому-то это будет полезно как чтобы начать ловить на норвежском море подписывайтесь на канал скоро будут стримы и будем общаться на стримах будем вместе изучать эту локацию всем спасибо всем пока